Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по-другому. Трэго! А мне семечек! А мне! Бурёночка кормит меня, кормилица, вот эта дойная коровка. Сколько сметанки! Ммм! О-о-о! И ещё! Ребятушечки хлеба! Вы посмотрите, сколько баночек сметанки мне помоечка дарит! Она меня кормит! Сметанка 20%! С вами расхититель помойки! Это в этом видео! И как обычно, увидите, как я роюсь и выживаю на питерских помоечках! Они меня кормят! Прямо здесь и прямо сейчас! Вас обязательно по лайку! Подписочку оформляем! Потому что это топовый контент, которого вы заслужили! И это limited edition контент для России! Но не воспринимайте это как туториал по выживанию! Потому что то, чем я занимаюсь, это удел бомжей и низших слоёв населения! Всем приятного просмотра! КОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКОРКО 4 марта 22 года. Да, они хорошие, по-любому. Тут выбирать надо целые, забирать домой. И там дохера вообще продуктов в этих синих пакетах. Вон, я вижу, хлеба много. Ребят, штребух в Ютьюбе, видите, написано. Тут вот, да. Кормилицы у меня помечены. Опа. Ща наберу хавчика. И себе, и Димону. Не-не-не, тут еды капец. Вот батоны полетели. Ребят, яички. Яила. Яила это тема. Хлеба взяли, теперь надо набирать яичек. О, Йоргут. Ой, Данисима творожный. До 11 марта. Да он еще нормальный. Смотрите, сколько яиц. Да тут целых много. Вон они там, битые. Пофиг на них, а целые. Яйца куриные, пищевые, столовые. 5 марта, дарта сортировки. По-любому оно не просрочено. Яички вот эти. Ой. Ой. Нет, это рыбка вяленая, подкопченая. Ну, что-то вид у нее такой себе. Ой, там плесень. Не-не-не-не-не. Йоргуты. Доширак, сука. Кто-то его и... О, свежачок. Доширак кто-то, блин. Это плесень вот здесь. А вот тут нет, кстати, вроде бы рыбешечка. Она упакована. Какого? 4 февраля. Ребятки, а теперь информация для тех, кто хочет обзавестись сюрпризом с помоечки. Посмотрите на эту коробочку. Это, кто не знал, один из моих сюрприз боксов, которые я собираю для продажи для вас, ребятки. Все, что лежит в этой коробке, все с помоечки. Самые топ находки собираются у нас, откладываются и улетают в сюрприз боксах. Есть три варианта сюрприз боксов. Это самый маленький за полторы тысячи рублей. Уже чуть побольше, покруче за две с половиной тысячи. И самый топовый, где самые жирные находки, он уже за пять тысяч. Сюрприз бокса я кладу. Мои фирменные стикеры вот такие вот. Я их нигде не продаю. Их можно только заполучить внутри сюрприз бокса. И еще, кстати, в этот сюрприз бокс полетит вот такая кружечка в одном экземпляре. Фирменная с логотибовой надписью Штребух. Это подарочки заслуженные для ценителей контента с помоечки. И это очень топовый подарок, потому что вы любого человека им удивите. Потому что все уже привыкли к вот этим типичным подаркам. Ну, это все заезжено. Там подарить духи или там мыльно-рыльное, что-то вот такое, да. Но сюрприз бокс из помоечки, что собрано, да, в коробке. Вот это нигде вы вообще не увидите. Это супер оригинально. Вот. И, кстати, вот, как вы видите, сверху здесь лежат игровые наушники с помоечки рабочие в офигенном состоянии. И также в этот сюрприз бокс полетит свечечка вот такая от Валентина Юдашкина. Кто шарит, с того лайк. Ну, я шарю за Валентиной Юдашкиной. Мне 27 лет. Она пахнет изумительно, ребят. Ее даже почти не жгли. Но изначально она была новая. Но я чуть ее поджег, это понюхал. Очень офигенно пахнет. Короче, ребят, за сюрпризом ко мне. Пишите в мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Там будет помечено, что там сюрприз боксы надо покупать. А срок годности какой? Срок годности 90 суток. Да ну нафиг, она тоже не просрочена, Дим. 90 суток. Рыбка вяленая. Вот я тебя берем рыбешечку. Тут, наверное, развакуум из-за этого выкинули. Вот еще рыбешка. Так, давай тогда йогурты берем. Йоргуты, ребятки, йоргуты. Ой, сырки, сырок глазированный. Еще. Ох, да низ ему. Вот этот, видите, битый, я его откину. А этот целенький. Вот этот за... А не, кто-то пил, сука. А этот? Нет, вроде целый. Вот этот целенький. До 9 марта. Да он и почти свежий. Сегодня кое-что? Дим, кое-что сегодня? Ромально ты живешь. Ну я тоже так живу. Я не знаю вообще, я потерянный во времени. Ой, еще свежачок, но это на потом отложу на десертик. Еще йоргуты. Вот, один творожок донесим. Не. Не, так он эти, с мангой и маракуйей. Ну, тетя тема. Рыбешка, вот это не, вид у нее не важный. Вот сырок взрывоопасный вздулся. Не, тоже. А тот йоргут как себе. Вот это нормальный, целенький. Йоргутик. Еще такие. Ох, как кормит кормилица. Хлеба. Зелень уже эта стухла. Уже не зеленая, а желтая. Много хлебов. Вот это хлеб вкусненький. Вот это дорогой хлеб, черненький, хороший. Элитный хлеб надо брать. Вот это оно, потому что дорогой он. Оу, ес. Вот это, а, это вскрыли. Блин, кто, зачем это вскрывать? Ну я же хочу запечатанное кушать. Столичный, традиционный. Берем. Опа, вещички. Помойка кормит и одевает. Вот он, Ситилинк, магазин. Кто-то консультантом работал. Это Ситилинка. Футболка, это две футболки Ситилинка. Нахер они всрались бы мне, эти Ситилинки. О, кроп. Кроп размер S футболочка. Ух ты, вот это взять можно. Трусики тоже берем для барахолки. А что, может купят? Давай проверим. Они же не протерты. Ну, потестируем этот товар. Берем, берем. Ты убирай пока еду, а я трусов наберу на продажу. О, носки новые, ребятки. Бамбуковые мужские носки. Тебе надо? Они короткие. Ты что, сумасшедший? Это налито. Увижу зимой в этих носках. Я тебя теплый выдам поебалок. Бери. Вот еще футболочка. Ого, она смертельно опасная. Тут смерть с черепами. Ну, тоже возьмем. Это купят, может. Только не купят те, кто боится смерти. О, две пары или одна пара штанов. Че, че по мотне? Нормальная мотня, не протертая. Две пары штанов. Штани! Штани! Берем. Так, а вот это че? Такая толстовка, типа, а-ля накидка. Тоже возьмем. Вот, это мужские. Остин Деним бренд. Остин Деним. А это шапка растаманская какая-то. Вот еще вещички. У ребятки курточка. Шапку? Вот эту? Купят вот эту шляпу? Ну, давай. О, курточка, Димон. Эль, размер. Да это нормально. Сейчас это нам надо на осень. Для кормилец. Одевай, утепляйся. Дима что-то подзамерз. Конечно, Димочка, это то, что надо. Помоечка чувствует и дарит теплые вещи. Сейчас на скутерке, конечно, в одной куртке прохладненько. Ты замки проверь. Ну, это вот на весну-осень там это пойдет. Для кормилицы. О, ребят, мне нравится. Это я себе оставлю. Только тут какие-то пятна на подмышках. Это или подсвежие остатки бывшего владельца. Или это масло какое-то. Сумка с вещами, помоечка одевает. А до этого она нас кормила. Можно вообще из бака не вылазить. Тут свежачок залетает. Только так, со свистом рыбитушечки. Вот это да. Ух, тут пицца. Блин, пирог этот выпал он. Бэушные на Авито по 100 тысяч продают. По 90-100. Так, нахуй, лучше машину купить, если права есть. Отговорил конкурентов, потому что только главный расхититель мусорных баков должен ездить на таком аппарате. Нежели, чтоб конкуренты гоняли на таком и меня обгоняли. Правильно, ребятушечки? Яичек мы забыли повыбирать. Дима, надо яиц сейчас выбрать нам и поедем дальше. Я ила помоечка кормит я илами. Да, или ты я ила. Люблю яички с баков мусорных, но только свежие. Ребятки, все вы видели видос Москвы с помоечками, где я нашел силиконовую бебру, а потом пропердолил ее вместе с Димой. Так вот, я в Москву ездил не только с целью залутать кормилицы московские, но и заодно сходить на кидостудию одну и сняться в одной передаче. Вот, название пока этой передачи не могу говорить, но ведущим был Малахов. И не думайте, что я оставил вас без контента. Я снимал влог на свой лайв-канал и ссылочка на мой лайв-канал в описании. Подписывайтесь и не пропустите этот влог, и узнаете, где я был, на какой передаче, и я вставлю фрагменты с этой передачи со мной. Ну, кормилица, кормилица. Ой, это я случайно. Что тут? Металл, металл. Там отказано или чего-то, мангала, крышка. Надо залазить. Ребят, крышечка, это отказано какого-то, мангала или чего. О, смотрим, что тут... О, чебурашка, не думал тебя здесь увидеть. Привет. Давай, пять. Как ты? Жив-здоров? А чё не пиликаешь? Ты ж должен разговаривать со мной. Чебуратор. Чебупели. Чебупель ты, сука! Ты чё не работаешь? Блин, он не работает нифига, ребятки. Ну, блин, прикольная находка. Кого только в помойке не встретишь. Ой-ой-ой, вот тут от машины запчасти, Дима. А, всякие провода, датчики какие-то. А ты знаешь, что вот это за датчик? А вот у меня в руке какой-то. Боковые зеркала. А тут вот комплект от чего-то. От джигулятора? Это что за бренд джигулятор? А, вас. Какой вас? А нас. Посмотри, вот этот провод на медь заберём. Это можно в задний проход вставить. И вот сюда сесть как раз. И будет глушить пердёж. Какая шутка, ребят. Смешно или нет? Меня что-то не особо. Это не смешно, это больно. Где находки? Где техника? Где всё? Где всё, сука? Где всё? Где всё? Хоть что-то, чего? Ребят, разорвал я как дикий зверь эту кормилицу и вылазил. Чуть не присел на эти саморезы жопой. А, кстати, на прошлой помойке я себя разорвал мотню на жопе. Сейчас Дима всё покажет. Вот это да? Да, да, проведите. Но это вентиляция. Это как раз я пержу часто и будет проветриваться всё. Помоечка всё-таки меня слышит и заботится о моём заднем проходе. Чё стилит? О, нифига себе. А, тут-то битое стекло. Да, битое. Ну вот эти целые, вот эти я бы взял такие очки. Вот это надо в гараже пригодиться, эта болгарочка. Я буду резать чё-то и защищаться. О, найки! Ля, найки, ребят, кожаные. Где второй? Оригинальные. А второй где? 42,5 размер. Но с учётом того, что второго кроссовка нет, они мне... Ну, он мне не нужен один. Ой. Тут голяк, тут голяк, тут голяк, тут голяк. Тут был пылесос, но остался один шланг. Голяк. Подождите-ка. Мокругицы. О, пирожок с капустой. Смотрите, запечатанный. До 11 марта. Сегодня какое число, я вообще без понятия. Ох, роллы. На палочки. Ох, палочки. Новые роллы с сушими накаями. А тут чего? О, сушими. Тануки с сухиями. Вот они. А здесь красненькие. Это с икрой вроде бы. Да, там... А, нет. Всё, что-то они все не особо важные. Оставлю бомжам. Пирожок заберу. Тут мыль нарыльное. У меня, кстати, дома шампунь на исходе. Мне надо шампунь. Шампунечку мне для яичек. Мощина пинг букет. Пинг букет. Букет пинг. Пинг букет. Это духи вот сюда напшикаю. Чтоб помоечкой руки не воняли. Ммм, ну приятно, приятно пахнет. Вот это буду я рыться в баках и нюхать пинковый букет. Пинг в переводе на русский. Чё значит? Дим, знаешь, что такое пинг? А, розовый букет это, розовый гей. Ой, в смысле, ну, я не... Я вообще-то толерантен. Дим, любишь сигары? Я нашёл сосиску, она до такой степени сухая, что её курить можно. Будешь? Почему? Почему ты не хочешь сигару? Подкурить бы можно было, да. Я же тебе про это и говорю. Ой-ой-ой, чувак. Вот это нам надо. Лягушечка. Это универсальная зарядочка, ребятки, для телефонов с помоечки. Да, она шляпная, но... О, аскорбиночка? Ревит. Нет, я не знаю чего. Оу-май-гатес. С прошедшим 8 марта вас, девушки. Все... Мой женский пол, кто меня смотрит. Вот. Это вам. С помоечки. Кто вам ещё подарит? Не я, как бы не я, а я. Вот. Принимайте. Они ещё подзамёрзли и разваливаются, вот. Даже чуть-чуть пахнут. Бомжевидный вынос. Демикс рюкзачок. А чё, это на продажу пойдёт целый он? Кляпи. Кляпи, люблю, клляпи. Это они вызывают чесоточные рефлексы по ночам. Зато не холодно, если есть клляпи. Ой, весы к Xiaomi. Они там? Дай гляну. Хуяоми это тебе, а не к Xiaomi. Скарлетт это. Хайт эдишн какой-то. И тут оторван один датчик. Но, слушай, может они всё равно работают? Ну, давай проверим. Это тоже топовые весы. Давай мне тут не выделывайся. Да нахер они-то она. Картина? Да и сюда тяжёлая она. Не супер уши дерьмовые. А, тут отломалось крепление. Что это? Тюльпаны? Цветы или что? Или это уши? Я не понимаю. Не, ребята, был бы заряженный самокат, я бы его убуделал бы нафиг. Потому что у меня самокат быстрее скутера. О, опа-на. Вынос с квартиры. О, ребятки, зубная щётка. Кайф. Завладел чайником. Делай ему обрезание. Обрезание делай. Быстрей. Обрезание. Да на четвертый твертование. О, провод на медяшечку. Вот о чём я говорил, ребятки. Просто, ну, постоянно хотим найти что-то топовое, а не эти чайники. А когда мы находим чайники, они нас только бесят. Это крыльца куриные. Капец, они засохшие, жесть. О, лавашик это, хачапури. Бомжам оставим, блин. Есть хочется. О, нифига вынос с квартиры. Книжки. Чё ого-то. Мигра нету. Опа. Кич Калин, пчёлы мистера Холмса. Вот эти пчёлы мистера Холмса я возьму. Американец Мит Мкалин. Автор шести романов, в том числе одного в стихах. Известен как мастер психологии. Потом почитаю, когда научусь. О, нифига себе. Бля, ребят, это баллон какой-то. Пустой он? Пустой баллон. Баллон какой-то, ребят, пустой. Жесть, он тяжёлый. Вот это опасная тема. Азота-закись. Нихера себе. Да, закись азота на помойках я ещё не находил. Тупо баллон с закисью азота. Нашёл на помоечке закись азота. Теперь осталось только купить себе гоночный болид. Автомобиль в смысле. И туда установить этот баллон. И будет у меня тачка с закисью азота, как форсажи. И ещё информация для тех, кто хочет заполучить вейп или одноразки с помоечки. В группу по поводу них не пишите. А если хотите купить, то одноразки мы продаём оптом. От 30 штук. Одноразки продаются по 30 рублей за одну штучку. Это выгодно. Одноразки топовые, их можно заряжать. Но самое главное, что помимо того, что одноразки мы продаём оптом, так ещё 18+. А для подтверждения возраста обязательно нужен будет паспорт. Поэтому, если хотите зарядиться вейпом с помоечкой или одноразочкой, вам должно быть 18 лет. Тогда пишите в группу. А если вам нет 18, то ни в коем случае не надо вот это вот курить и использовать то, что вредит вашему здоровью. Солнышко светит. Прекрасная погода. Для того, чтобы залутать кормилицы. Техника нядя. Ну, кстати, ребят, тяжёлая вообще обстановка сейчас вот в мире. Точнее, в России. И вот мне интересно, люди будут дальше выкидывать технику или нет? Потому что есть такие предположения, что нифига на помойках ценного больше, блин, не найдём. Потому что, ну, сейчас всем тяжело. Доллар высокий, да, вот это всё. Всё дорого. Я хотел на самокате поменять тормоза. И когда я был в Сочи, эти тормоза, комплект, стоили 20 тысяч рублей. Сейчас 38. Представляете? А эти тормоза дерьмо, у меня вообще они почти не работают. О, вещи. Вещички, вещички видные. Вещички. Скоро мы так с тобой за памперсы драться будем. Вот какая-то куртка. Оффлайт. С рынка. Ну, прикольный оффлайт был. Я бы такой носил. Скоро все на рынке будем одеваться. Паштанайка, нет. Все магазины, в которых я всегда одевался, обувался, они уходят из России. И всё. Буду на помойках брать одежду, которая с рынка. И всё. И радоваться жизни. Ну, а чё? Надо, кстати, крыло вот сюда, резинку какую-то прицепить. Потому что ты едешь, а он прям на спину летит. Да. Подстант сделали. Блин, но трубу такую сделали, из-за которой никак тут не постантить. Потому что она вот выпирает. Ребятки, если хотите меня смотреть на Яндекс.Дзене, то обязательно переходите по ссылочке в описании. Там уже много интересного контента. И он там выходит стабильненько. Яндекс.Дзен у меня теперь есть. По ссылочке в описании залетайте. Вообще, в принципе, подписывайтесь. А то мало ли вдруг там YouTube заблокируют. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Чик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Диведирка вот в таких пакетах. Давай аккуратно. Какие-то часы. О, свись, бренд. Свись. Флэшка на 4 гига. Нормально, часики. О, сотрекой брелок. Написал. Крутых приключений. О, вот это я прицеплю себя на брелок. крутых приключений. Шнурки всякие. Вообще, ну вот новые шнурки. Шнурки возьму. О, еще шнурки. Вот две пары шнурков тут. Опа. Так это же современная Nokia. Попробую включить. Современная кнопочная Nokia. Че это? Нифига себе. Санкт-Петербург eSmart персональное средство доступа к интернету. К интернет-банку. Это ключ электронный. Old Spice целый. А, нет. Вот этот такой белый я не люблю. Давай кошелек. И вот кошелек. Новая сим-карта Тинькофф со скрепкой. Карточки рабочие. О, Макси дом. Карты какие-то. Игральные карты. Прикольно. Офигеть. С феном она эта. Дама с феном. О, мыльно-рыльная. О, смотри че. Цветочная нежность. Это кондиционер для белья. Берем. О, пена, чувак. Давай давай, давай, давай. Пена, ребят. Джилет Сириес. Ой-ой-ой-ой. Так, объемы восстановления. Лак для волос. Слушай, а лак возьмем на продажу? Целое мыльно-рыльное берем. О, мыло. Дегтярочка? Нет, хозяйственное. Нет, такое не люблю. О, еще это. Лореаль. Средство для снятия макияжа. Полное вообще, ребят. Полное. Заколок много всяких. А это что? Биглюканат. Это антисептик. Хлоридексидин. А, это для каратэ. Для занятий каратэ. Кимоно. Это форма, да. Желтый пояс по каратэ. И еще вот это вот, это как это называется? Это накидка, короче. О, вещички. Жилетка какая-то. Что это вообще? О, нифига себе. Удлинитель. Это снычки дворника, ребят. Только чш, между нами. О, нифига. Кофе в ногах валяется, смотри. Джардин. Какой-то вид у него очень, да. Старый он уже. Ему пора на пенсию. О, унитаз. В коробочке. Можно сказать, запечатанный. Кто-то новый купил, старый выкинул. Вот и дверь мне в гараж. Дима оседлал кормилицу. О, утюг. Утюг? Где утюг? А, это сен. Пенчик сюда. И утюжок. И сен. Еще и пряник. Веш не холели. Май инглиш вери найс. Ну вот, вот это мы уже будем брать. Даже на медь не будем вырывать. Потому что сейчас наступили тяжелые времена, и будем это все продавать. О, тут, кстати, чуть-чуть этой пены. Ну, там еще хватит на пару раз побриться. Берем. Сейчас сделаем секир двигатель. А мы движок заберем на металл. Спасибо. Как достанем? Вот это сразу вырывай. Провод заберем. Провод заберем. Ну, ты заелся. Там медь. Вот я болгарочкой вспиливаешь. И там килограмм... 600 грамм меди, вроде бы. Вау. Капец, там давление. Все, на, забирай на медь. Не надо? Не, нахуй. Там просто жидкость опасная, ядовитая внутри. Фреон, да, находится. Знаешь, там медь есть внутри. Да, да. Там 600 грамм меди. Только надо болгаркой это вспиливать. Ребят, зацените, подписчики, уже стикеры во всю клеют. Ой, а, кстати, сегодня... Покажи передок. Ну, спереди, как он выглядит. Такой же нашел белый. Дим, давай малому подгоним белый телефон Nokia. Подгони пацану. Так давай вместе сфоткаемся. Ребят, сегодня, кто помнит, такой же телефон мы нашли. И вот у подписчика есть такой же битый только. Поэтому я решил ему подогнать такой же, но целенький. Будет радоваться. А ты вставь туда аккумулятор сейчас. Мы его проверим. Вот, все работает. Балдеж. Что-то тут крокодил вывозит кормилицы. О, Шанель. Михаэль Корс. Но ей жопа. Там кроссовки, я смотрю, вот валяются. Раз. Вот тут второй был. А, ну да, они кушать сильно очень хотят. Ой, знаете, он легко разрывается. Так вот. Смые качества. Качество топовое, блин. Офигенное. О, техника. Нифига себе. Старое компьютерное комплектующее. Это плата от телевизора какого-то древнего. А, от мини-компьютера, да, похоже. От компьютера вот сюда вставлялась видеокарта. Лан-плата древняя. Это кто-то продавал. Платы на металл можно взять. Да, смотри, какой кабель. Капец. Нифига мышка какая. Цена 6 рублей. Цена 5, наверное, рублей. Это пытались продать, походу, всё. А бывает. А бывает. Кормилица, а бывает. Левис. Нифига себе. Походу, а рик. Вроде оригинальные кеды. Левис. Вот второй. Вообще целые, прошитые. Слушай, да это можно продавать. В интернете. Не на рынок везти. Левис. Чё, Димон? Галяк, да? Всё повывозили, падлы. О, нифига. Стратегические запасы. Духи. Эклад. Де Престижи. Фор Холме. Помоечка дарит ароматы в ребятки. Попшикаемся. Чтоб помойкой руки не воняли. Перчатки. Греча. Ролтон. Ребят, запечатанный. И личи. Ммм, слушай, вот это надо попить. Или не личи, какие-то фрукты консервированные. До 20-го года срок годности. Ну, я думаю, ничего им не будет. А чё ты гречу выкинул? Вытянул, не буду её есть. Не будешь есть гречу? Не буду. А почему это? Невкусная она. Невкусная? Так скоро будет вкусная. Видел, чё в мире происходит? Берём. Охренеть, заелся, я в шоке. Что там, Дим? Налетел-то, как гиена. Что увидел? Что это? Термопод маленький. Дай-ка гляну. Даже живой. Дай-ка гляну. Дай-ка гляну. Давай по пальцам убери и гляну. Нормальный. Может, живой. Ну, это крепление для телефона, для машины. Типа бюджетное, но пойдёт на халяву. Да что ты, падла, не открываешься. Сука. Ох, вот ради чего я открывал этот бак. А что это? Ух ты, слушай. Это крутая тема. Это записывать что-то. Вот здесь мелки лежат, а это доска для записи, ребят, целенькая. Обалдеть. Короче, ребят, эту топовую доску я хочу забирать. Но, как мне её ввести, я без понятия. Наверное, мы её где-то сейчас припрячем. Вынос хаты. Одноразочка сразу. Ребятки, сразу. О, ещё. Одноразочки. О, да ну-ка, Кирчук. Ты, сука. День ахуй. День ахуй. День ахуй. Да идите нахуй. Да отстаньте, сука. Тут три колонки, ребят. Спокойно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 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 Шесть. Семь. Семь беспроводных колонок. Ребят. Так это ещё хорошее. Это не прям жёсткий Китай. Всё? Ничего нет больше здесь. Ребят, давайте смотреть. Охренеть. Я просто в шоке. Кошелёк. Одноразки. Да это всё шляпа. Сколько? Три. Семь. Ребят, семь колонок. Интерстеп бренд. Это. Она включилась. Это хорошие колонки. Смотри, они как-то беспроводная акустика. Они чё новые вообще? Ребят, короче, в гараж придём, все проверим. Охренеть. Интересно, почём вообще эти колонки? Сколько они стоят? Ну, они точно не дешёвые. Так, пробую найти. Вот, СБС-370. Она? О, я подключился к вот этой колонке, ребят. Сейчас пробую включить музон. Прикинь, она работает. Ребят, мой трек, кстати. Ой, зарепел. Ну, в принципе, на халяву, ребят, вообще пойдёт. Вот, даже несмотря на то, что она репит. Ребят, короче, вот эти три колонки, нифига вообще не получается к ним подключиться. А у этих сдохшие аккумуляторы. А это работает. Вообще, ребят, трек нормальный. Можете по ссылке в описании перейти и послушать его. Он на самом деле так не репит. Но колонка дико репит. Мне интересно, вот эти так же репят или нет? Потому что если они не репят, то у них что-то, наверное, с прошивкой. Они вообще на вид как новые. Все вообще, все эти колонки, они как новые. На них вот есть вот такие наклейки. Может, это в каком-то сервисном центре их чинили. Или я не понимаю, что это за наклейки. Бренд Interstep у всех колонок. В целом, это бюджетные, но неплохие, не самое дерьмо колонки. Новые эти колонки стоят вот столько. Но эти колонки, к сожалению, возможно, и новые, но бракованные. Походу, из-за этого их списали и выкинули, приклеили вот эти наклейки. Ну, ничего страшного, ребятки. Когда-нибудь руки дойдут, и мы их, походу, починим. Чик. Так, о, перчаточка. Ой-ой-ой, охренеть тут еды, чувак. До 28 марта. В смысле, март сейчас? Да. Да? Да, еще март. Или апрель. Нифига у тебя перчатки чистые. Ну, джок. Так, ремонтировал скутер, Дима. Ребятки, творожное зерно, это моя любимая вкусняшка. Я это очень люблю. Простоквашина, бомба. Так, ну что, достаю этот весь пакет. Нифига, он тяжелый, я его даже поднять не могу. Ой, тут маслица подтаяла чуть-чуть. Вот и выбросили. Можно забрать. Ой, ох, ох, да, вот, йоргут, ребятки. А, тут драный, рваный, блин. Берем все, что посвежее, ребятушечки. Сметанка, вот, до 18-го тоже. Это можно просраться. Вот он нормальный, мягкий. Помоечка кормит. Кефир взрывоопасный. Ну вот, я отобрал слетовороженное зерно, маслица и хлебушек. Ой, оно еще дорогое, ребят. А мне бесплатно с кормилицы. Реально, творожное зерно, это вот кто его придумал, вообще ему респект. У кого-то будет мягкий стул сегодня. А-а-а. Оп, 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 а тут все пусто. Нас крокодил пустил по бороде, находки все забрал. Ой, ну чуть-чуть вроде вещей оставил. На осень пальто. Какие-то джинсички. О, реплей какой-то бренд. Такого не знаю. Ну, пойдет на продажу. Офигеть, какой удобный мусорный бак. Можно вот так сделать и залутать. Вот все б такие баки были, с такими крышками удобными. О, Дим, зацени. Маргарин. Ты знаешь, что такое маргарин? Маргарин вообще этот продукт, короче, заменитель этого. Ну, вот он. Это маргарин. Ай. Вроде что-то есть. Тут какая-то полочка с зеркалом. Какая тема прикольная. Смотрите, Ребзя. Какая полочка интересная. Привет. А где? Техника. Айфонов внутри нет. О, зацените набор с кремами. Крем гиалуроновый. Глубокое увлажнение. Вот это мне надо как раз увлажниться. Это я беру. О, кошелек. Кожаный, кстати. Что там? Что-то есть там. Гнется? Да, гнется. Может, это золото? Ребят, там Будда нарисованный. И может, это золото вообще. Слиточек такой золотой. Сувенирный, может, какой. Охренеть. Вот это здесь было. В таком чехольчике. Золотой слиток. Слышь, Дим, я золото нашел. В кожаном кошельке золото нашел, Дим. А настоящее золото. Кошелек кожаный вообще классный. Целый, нормальный. Латунь ты нашел. Да. Ребят, ну, надеемся. Будем надеяться, что это золото. Ну, оно гнется, как золото. Яички еще большие такие. Даже вспотели они. Жарко им, походу. О, да. О, да. О, да. О, да. О, кайф. Вот это балдеж. Ой, как желток полетел. Ой, сочится.